Жители Саратова не могут выспаться. В этом сообщили эксперты компании Headhunter. Они провели соцопрос среди россиян и выяснили, что Саратов входит в топ-3 регионов, где жителям не хватает времени на сон. Около 60% респондентов сообщили, что в будние дни они спят по 6-8 часов в сутки. 34% саратовцев признали, что отдыхают всего 4-6 часов. Или 6% опрошенных сказали, что им везет, они могут себе позволить спать более 8 часов в сутки. По результатам исследования также хронический недосып испытывают жители Калининградской области, Хондамансийского и Ямало-Ненинского автономных округов. А вот любители поспать подольше 8 часов больше всего в Томской, Ростовской, Ярославской и Кемеровской областях. Специалисты также проследили связь между отношением к осну и сферой деятельности опрошенных респондентов. Оказалось, что меньше всего спят начинающие специалисты. А вот руководители среднего звена и главы организации заводят будильник на пару часов позже. Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности, сферы туризма и ресторанов, а также среди юристов. Мы тоже решили выяснить у саратовцев, как спят они. Сколько часов вы спите в день? Ну, за ночь получается в день. Когда 5 часов, когда работаю, сейчас вот немножко хвораю, больше сплю. Тебе сложно заснуть или нет? Что-то вот мешает, отвлекаешься на телефон? Ну, нет. Отключаю телефон, засыпаю. Иногда вообще не хочется спать ночью. Да? Да, даже так. Возраст, наверное, старею. А по выходным вы дольше спите или так же? Нет, ну, встаю я все равно рано. Я не могу спать долго. Поэтому это уже годами, как говорится, так сложилось. А почему поздно ложитесь? Телевизор смотрю. Телевизор. Телевизор смотрю. Фильмы. А что делать еще на пенсии, когда дома сидишь целый день? У меня сон здоровый. Почему? Потому что я работаю физическим трудом. Я дворник. То есть я работаю физически, я устаю. А вот если будешь сидеть, то не устаешь. И поэтому сон у вас такой. То встал, то лег. Вот у меня знакомые, ну, они вот так вот ночью встают. На ней не работают на пенсии, а на пенсии работаю.